В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Диалог бизнеса и власти. В Доме ученых прошла конференция поставщиков. Фронтовой портрет судьба человека. В молодежном центре открылась выставка, приуроченная к юбилею Великой Победы. Самый быстрый и сильный. В бассейне «Дельфин» прошли соревнования по плаванию. Далее расскажем обо всем подробно. В Доме ученых прошла ежегодная конференция поставщиков. В ней приняли участие руководители Рафиат Снеев, представители Министерства промышленности Нижегородской области, администрации города и городской думы. Подробности далее. Впервые конференция поставщиков прошла в нашем городе три года назад. Тогда это стало первым шагом в деятельности Ассоциаций промышленников и предпринимателей Сарова. Образованный в 2017 году. Сегодня это возможность для городского бизнес-сообщества наладить связи с ядерным центром и органами муниципальной власти и договориться о сотрудничестве. В этом году свои разработки, инновационные идеи, товары и услуги продемонстрировали более 20 предприятий. Сегодня несколько другой формат проведения мероприятия. Мы решили уйти от формы сухих докладов и сухих цифр, показать реальный сектор бизнеса, малого бизнеса. Тот, который занимается производством. Начиная и от посуды, мебели и интерактивные какие-то вещи. Познакомиться поближе и оценить работу саровских предпринимателей приехали представители Министерства промышленности Нижегородской области. Для них это прекрасная возможность не только узнать, как развивается и с какими трудностями сталкивается бизнес в нашем городе, но и лично рассказать о существующих мерах господдержки. Привлечь новых участников в нацпроекты, которые реализуются в регионе. Саров это место, где сосредоточено огромное количество промышленных и научно-исследовательских предприятий, которые являются неотъемлемой частью всего промышленного потенциала Нижегородской области. Также в рамках конференции участники заслушали доклады первых лиц ядерного центра и города, обсудили вопросы закупочной деятельности. Мероприятие, организованное Ассоциацией промышленников и предпринимателей и Центром поддержки предпринимательства, показало, что все структурные предприятия нашего города открыты для диалога с бизнес-сообществом. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. В преддверии Дня защитника Отечества у Дворца детского творчества прошел 19-й фестиваль солдатской песни «Виват Россия». Послушать выступления участников детских вокальных коллективов города собрались военнослужащие Саровской дивизии, ветераны боевых действий, представители организации «Дети войны». Подробности в следующем репортаже. В 19-й раз на фестивале «Виват Россия» зазвучали песни в исполнении представителей молодежных общественных объединений города и Дворца детского творчества. В этом году концерт посвятили 75-летию победы над фашизмом. Союз старшеклассников «Статус» совместно со школьниками и студентами подготовили праздничный концерт для городского совета ветеранов, солдат Саровской дивизии и организации «Дети войны». «Виват Россия» – праздник песни, в которой живет история нашей Родины, судьбы ее героев. Екатерина Шалина считает, что и в военное, и в мирное время музыка способна подарить надежду и наполнить сердце любовью к Отечеству. На фестивале школьница выступала в составе ансамбля «Лицейское братство» с песней «Соловьи». Это песня про военные годы, когда пели «Соловьи» весной, и она придает мужество, радость, веселое настроение, готовность идти вперед. Алексей Федин около трех лет занимается вокалом. За это время второклассник поучаствовал во многих конкурсах и фестивалях нашего региона. Большинство песен, которые он исполняет, со сцены военно-патриотические. Сейчас в основном люди считают героями каких-то супергероев, которые снимаются в голливудских фильмах. Но на самом деле нужно беречь именно историю своего города, своей страны. В столь юном возрасте мальчик осознает, что его поколение всегда должно чтить память погибших героев и отдавать дань уважения ветеранам войны. Алексей хорошо знает историю своих предков, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Дядя Ваня, он служил в госпитале, он был достаточно известным врачом и получил много орденов. И дядя Вася, он был военным шофером, который прожил несколько лет в концлагере и его освободили. Каждое выступление участников отличалось чем-то особенным. Кто-то переложил на музыку стихи Марины Цветаевой, кто-то включил в номер хореографию. В конце вечера жюри подвели итоги и наградили лауреатов фестиваля грамотами и призами. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой. И заявил на заседании правительства России, что, цитата, «Президент ясно дал понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%. Конец цитаты. Вместе с тем в Сарове уже не первый год можно приобрести жилье в новостройках по сниженной процентной ставке. При покупке квартир у застройщика Саровинвест по специальной программе с оформлением ипотеки в банке ВТБ. В конце прошлого года минимальная процентная ставка составляла 5,4%, а с 14 февраля снижена до 4,6%. На выгодных условиях можно приобрести любые оставшиеся квартиры в 14 этажках на Музруково 39 и в домах в ЖК Саровская Ривьера. Подробности в офисе продаж. Торговый центр «Атом» 5 этаж. Телефон 6-71-17. Эпидемия гриппа в Нижегородской области перекинулась на взрослое население. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, сейчас эпидемический порог в регионе превышен в среднем на 27%. Хуже всего дела обстоят в Нижнем Новгороде, где количество заболевших стремительно растет. В Саровчане с успехом выступили на областных соревнованиях по плаванию, которые прошли в Балахне на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпийский». Честь нашего города защищали воспитанники спортивной школы «Икар». Анастасия Корнишина стала победительницей на дистанции 100 метров комплексным плаванием и серебряным призером на 100 метровке «Батерфляем». На дистанции 100 метров на спине Павел Бородин стал вторым, а Арина Детушева – бронзовым призером. Передвижная фотовыставка «Фронтовой портрет. Судьба человека» открылась в Молодежном центре в рамках празднования юбилея Великой Победы. Все экспонаты предоставили жители нашего города. Архивные фотографии, наградные и документальные материалы сохранят память о вечно молодых солдатах, оставшихся на фронтах Великой Отечественной войны, о славных ветеранах, подаривших нам мирное небо над головой. В преддверии празднования юбилея Великой Победы в Молодежном центре открылась передвижная фотовыставка «Фронтовой портрет. Судьба человека». На них отражено все – и злодеяния оккупантов, и героическое бесстрашие, которые проявляли воины, сражавшиеся с нацизмом в Великую Отечественную войну. 1418 дней перевернули жизни десятков миллионов людей. Все это нашло отражение в мемуарах, журнальных статьях, художественных и документальных фильмах. Но они были бы неполными без фотографий военных лет. На данной выставке у нас представлены фотографии людей, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, ветеранов наших замечательных, которые дожили до сегодняшних дней. Конечно, с каждым годом ветеранов все меньше и меньше, но память о них хотелось бы сохранить надолго. И вот эта выставка прекрасно показывает то, насколько жители нашего города помнят и чтят своих родных и близких. В экспозиции приняли участие более 40 саровчан. Все они принесли военные фотографии своих предков и приложили к ним биографию героев. А кто-то на выставку предоставил оригиналы военных документов, медали и ордена. Целый стеллаж у нас посвящен тоже людям, которые воевали в годы войны. Есть очень интересные документы, вот если их вынуть, а это смотреть. То есть подписаны и Сталином, и многими другими главнокомандующими именно тех лет. Выставка продлится до конца мая. Посмотреть ее может любой желающий без возрастных ограничений. Экспозиция постоянно пополняется. Если у вас остались фотографии военных лет, их можно принести в молодежный центр. Там они займут почетное место на стеллажах. Подробности по телефону 9-9108. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. 23 февраля в России отмечают государственный праздник – День защитника Отечества. На протяжении своей истории россияне в многочисленных войнах самоотверженно отстаивали суверенитет и независимость, а порой и право на существование российского государства. 23 февраля чествуют всех, кто служил или служит сейчас в рядах вооруженных сил страны. Но большинство граждан России считают этот праздник днем настоящих мужчин, защитников в самом широком смысле этого слова. 23 февраля – День защитника Отечества. Какие подарки лучше дарить в этот праздник, пойдемте узнавать. Не скажу. Что-то секрет? Ну да, такое личное. Не знаю, самое банальное, наборы какие-нибудь. Ну какие, я сама не знаю. Хоть у меня и два сына, и зять, и я не знаю, чего им дарить. Чисто спортивные. У меня что внуки, что зять – спортсмены, поэтому чисто спортивные. Старшему, значит, тренажерка домашняя, младшему гантельки 3 килограмма. Ну, а там зять более серьезные. Подарки. Подарки. Любые. Любые. Главное – внимание? Вот именно. Ну что-то нужное. А что нужное такое? Там одеколон, одесодорант? Ну, одесодорант есть, одеколон мне не нравится. Я бы, наверное, хотел… PlayStation 4. У меня есть самый главный подарок – жена. О, это правда. А еще какие-то, может быть? Да, вы знаете, какие подарки? Инструменты у меня почти весь есть, но так по мелочке это уже все. Хорошего настроения. Мне любой подарок, мне приятно будет, что они мне принесут. Дорогие мужчины, мы поздравляем вас с Днем Защитника Отечества. Желаем здоровья, счастья, благополучия и исполнения всех мечт. Для вас опрос проводили Ирина Вашегородцева и Евгения Шевцова. День Защитника Отечества Я участвую ради наград и чтобы повысить свое мастерство. Я на эти соревнования пришел для того, чтобы победить. Победить и получить новые разряды. Я участвую в соревнованиях только для того, чтобы победить. В первенстве по плаванию при уроченном ко Дню Защитника Отечества участвовали только мальчики и юноши. Воспитанники отделения плавания спортивной школы «Экар». Самым младшим 7 лет, а самому взрослому только исполнилось 18. Соревнования традиционные, просто для детей делаем праздник. Популяризация спорта, популяризация плавания, выполнение норм, разрядов. Участникам предстояло преодолеть дистанции в 50 метров всеми способами. К ролям, свободным стилям, брасам и на спине. Скоро я буду брасом. Я надеюсь, что я буду самым первым, потому что этот стиль мне нравится больше. У меня достойные соперники, и я рада, что я попадаю на соревнования. И я занимаюсь, что я занимаюсь. Ребята, которые самыми первыми пришли к финишу, получили дипломы. Подобные заплывы для представительниц прекрасной половины отделения плавания «Эдюз Шикар» пройдут в начале марта. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.